Если у нас дан угол, и если у нас дана точка P, то вы можете нарисовать параллелограмм, для которого отрезок P-C будет диагональным, а стороны лежат на сторонах угла. И этот параллелограмм ни от чего не зависит. Подумайте, пожалуйста, и у вас, честное слово, все получится. И через точку P провести вот так параллельно, и вот так параллельно. Господа, из-за того, что у вас здесь параллельное, это даже будет не параллелограмм, а что? То есть параллелограмм, конечно, но он заодно и ровно. А теперь, слушайте, через точку P можно провести прямые параллельные стороны угла. Тогда возникнет ромба. Подумайте, что бы это могло значить. Как вы здесь будете? Через сторону этой ромбы мы знаем, чему должна ровняться эта величина. На этой картинке есть много подобных треугольников. Сторону ромба вы можете как-то обозначить. Сторону обозначить P, 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 P. Тогда вот этот вот отрезок, это будет OA минус P. А вот этот вот отрезчик, это будет OB минус P. Доказать, что сумма от единицы делить на OA плюс единицы делить на AB не зависит от того, как именно проверить прямую через точку B. То есть чуть-чуть ее наклонили, а эта величина от этого не изменится. Видите подобные треугольники? Ромб построен через точку параллельно OA, параллельно OB. Смотрите, когда мы проводим параллельно, то вот эти два угла равны, потому что здесь такое известное свойство. Когда есть прямая, пересекающая две параллельные, то эти углы равны. Кое-что так же, вот эти два угла равны, потому что, опять-таки, две параллельные и секущие. Теугольники, которые могут быть как человеку его фотографии, они могут быть разного размера, но должны быть соответственно одинаковыми углами. Да, скажите. Где эти способы ответить? Они вообще одинаковые. Это половинки Ромба. Они, конечно, подобные, еще в скрестерном антиде, но это неинтересно. И еще они подобные оба вот эту большую зону. Нет, это просто неправда. Во всех необязательно. Добавляйте. Канал. Ура. Один треугольник. Канал. И второй тоже. Молодец. Пожалуйста, все себе заштрихуйте, закрасьте, что хотите. Делайте. Делайте два треугольника. Давайте я обозначу, как будут вот эти вот точки, скажем, С и Д. И нарисую выносной чертёк. Один треугольник. А, С, П. Смотрите, у него основание П маленькое, а вот эта сторона А минус П. Другой треугольник. Это треугольник с... Если мы можем, соответственно, параллельной стороны, вот, это треугольник, это треугольник П, Д, Б. У него здесь вот О, Б минус П, такой, видно, да? О, О, Б минус П. А здесь у него это просто-напросто отрезочек П. Кто теперь объяснит, как в виде алгебраического равенства записать это подобие? Каким свойством обладают подобные треугольники? Есть такое понятие коэффициент подобия. Что такое коэффициент подобия? Во сколько раз все размеры одного превышают размеры другого? Их относится к П, как П относится к И? В терминах моего рисунка. Можно? О, А. О, А минус П относится к П, так же, как П, по В минус П. Ребята, это нужно понятие коэффициент подобия. Вот здесь вот у вас, смотрите, есть сторона, и здесь есть сторона. Желтая. Это вот сколько раз у вас вот этот отрезок отличается от этого. Вы длину отрезка от С делите на длину отрезка от ВС. И то же самое, вы можете посмотреть, в сколько раз этот отрезок отличается от этого. Ну, соответственно, делите на длину от Н на Э. Таким образом, получилась равенство. ОА минус П делить на П, это то же самое, что П деленное на В плюс П. Замечательно, что теперь делать? То есть, Х умножить на Х, это П в квадрате. Да. Коль хочет в своих обозначениях. То есть, он обозначил вот эти величины ОА минус П и ОВ минус П в квадрате, и теперь, соответственно, через Х, и все пишет. Так, ты хочешь иметь дело с такой величиной. Единица, деленная на П плюс Х, плюс единица, деленная на П плюс Х. Что такое количество это одно П? Одно П берется, когда ОА равно ОВ. А еще лучше, когда ОА это бесконечность. Если в прямую расположить так, что А уйдет в бесконечность, то как раз Б окажется в точке Д. Да. Ну, действительно. Итак, мы хотим доказать вот такое равенство. Так, раскрываем все скобки. Да. Раскрываем скобки. Теперь пользуемся тем, что вы здесь поняли, что Х, и 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 Х. Х, и Х, и Х, и Х, и Х, и Х, и Х. Ну и все, и все осталось в квадрате. И это, конечно, правда. И это, конечно, что все это такое динамики. Си.